Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня Виктор Ягун, директор агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ. Виктор Николаевич, приветствую вас. Да, добрый день. Наверняка зрители ожидают, что мы начнем с ночных обстрелов, которые массированно произошли по всей Украине. Мы обязательно об этом поговорим и детально, но начать я хочу вот с такого интересного факта, о которой поделилось сегодня так называемое Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья, это часть оккупированной Молдовы. Они объявили о предотвращении теракта на территории самопровозглашенной республики. Якобы преступление, как говорится в пресс-релизе, готовилось по указанию Службы безопасности Украины, цитирую, против ряда должностных лиц. И по информации первого Приднестровского телеканала, в момент проезда одного из чиновников должен был взорваться автомобиль, в котором были заложены 8 килограмм взрывчатки. Конец цитаты. И вот тут возникает главный вопрос. А Украине это вообще надо? Да, я бы даже не комментировал, потому что... Тут наоборот ситуация очень простая. Приднестровье сейчас находится в таком состоянии, состоянии, что они очень боятся любой эскалации на своей территории. Они понимают свое состояние, они понимают свои возможности, и они понимают, что любая провокация со стороны России на предмет того, чтобы они вошли в какие-нибудь силовые противостояния с Молдовой, с Украиной, не знаю, с Украиной это вообще кошмар для них, даже с Молдовой. Это будет смертельно. Смертельно и закончится очень-очень печально. Почему? Потому что Молдова тогда будет иметь полностью право обратиться за помощью к своим союзникам. А союзникам считаются только две стороны. Это Румыния и Украина. И как отреагирует Румыния? Насколько я понимаю, Румыния может прикрыть небо, обеспечить прикрытие от возможных ракетных ударов, а Украина просто обеспечит сухопутную операцию. Но это только после обращения Молдовы. Поэтому Приднестровье сейчас находится в таком очень интересном положении. На самом деле для них мирное состояние намного было выгоднее. Они зарабатывали деньги. Деньги очень большие зарабатывали, потому что это черная дыра контрабанды, когда они ни за что не платят, ни за газ, ни за какие-то там вещи, связанные с ресурсами вкладывания в те или другие. Реально огромная такая контрабандная дыра. И при этом они имели возможность, используя молдавские документы, ввозить свои товары даже в Европу, в Америку. Потому что там же было написано Молдова, не написано Приднестровье. То, что там маленькими буквами написано Дубасара или Тирасполь, это уже другой вопрос. А так все документы реально были зарегистрированы в Молдове. Пожалуйста, налоги сплачены, и оно ушло. А что оно ушло, куда оно ушло. И это было всегда на таком очень большом уровне. Поэтому для них война это просто все. И конец бизнеса, и конец существования. И они сейчас полностью заблокированы, и они не могут никуда выйти. Поэтому ситуация для них полностью. Поэтому обвинять Украину... С чьей стороны? Могли ли это сделать спецслужбы Российской Федерации? Если да, то какая цель? Вот на что они хотят спровоцировать? Для чего весь этот спектакль? Я думаю, что скорее всего этот спектакль нужен российским спецслужбам. Они методично, капля за каплей, пытаются спровоцировать любые дестабилизующие моменты. Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и в Молдове, и в Приднестровье. И создать еще одну горячую точку на наших границах. Вот это то, что хочет Россия. Украине сейчас точно не выгодно какие-то еще одни боевые действия. Нам бы то сдержать. Поэтому они поняли, что то, что делает их контингент, то есть сдерживая значительные силы наших вооруженных сил на границе с Приднестровьем, им этого уже мало. Им надо, чтобы какие-то там действия... Особенно они очень хотят, чтобы Украину спровоцировать на вхождение на территорию Приднестровья без согласования с Молдовой. Тогда Украину можно спокойно обвидеть в том, что она агрессор, пытается захватить часть территории суверенного государства. И так далее, и так далее, и так далее. Там с объявлением нас, не знаю, всякими плохими словами, в секретаре Совете Безопасности ООН, в других организациях, что вот, наконец-то, вот, видите, не одни мы такие плохие. Ну, не знаю, я думаю, что мы пока что держимся от провокаций. Дорогие зрители, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео прямо сейчас, чтобы YouTube рекомендовал просмотру его и другим пользователям, а также подпишитесь в YouTube-канал Голованов, колокольчик и все атрибуты YouTube. О том, что происходило этой ночью, по всей Украине было неспокойно. Вот что сказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Противник использовал большой спектр вооружений. Для чего это делается? Чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны. Со всех направлений, фактически из трех морей, Черная, Азовская и Каспий, был нанесен удар различными типами авиационной техники и кораблями Черноморского флота Российской Федерации. В том числе ракеты, против которых украинское ПВО пока не имеет средств для перехвата. Это зенитно-управляемая ракета С-300, которую фактически ежедневно пускают оккупанты по прифронтовым зонам, летит по баллистической траектории. Ныне было запущено 13 таких ракет. Аэробаллистическая ракета «Кинжал». На этот раз выпустили целых 6 ракет. Не припомню, чтобы столько «Кинжалов» выпускали вообще за один удар во время этой войны. Противник не имеет много этих ракет. Речь идет о десятках. По данным разведки до 50. Также враг произвел 6 пусков Ха-22. Ракеты наиболее разрушительной силы. 950 килограммов – боевая часть. Конец цитаты. Длительное время по Украине звучали воздушные сирены, но ничего не происходило. Вот этой ночью 81 ракета суммарно, говорят нам, в Венштабе была запущена по Украине. Почему так долго готовились, поднимали миги, опускали миги? И почему этой ночью произошел этот обстрел? Для чего? Ну, смотрите, последняя такая атака, плюс-минус, была 18 февраля. Прошло 19 дней. За 19 дней – это действительно больше период, к которому мы привыкли. От 10 до 14. Это говорит просто про одну вещь. Ракеты заканчиваются. С тех же кинжалов на данный момент, вот после этого залпа, за приблизительными подсчетами, остается 49 штук. Что такое 49 штук для такого огромного государства? Иметь ракеты авиационного базирования, которые должны использоваться, не знаю, как оружие возмездия, или как они там называются. Но это ерунда. Использовать кинжал против трансформатора – это просто какой-то абсурд. Ну да, нет трансформатора. Ну и что? Сейчас на месте этого трансформатора есть возможность построить более сильный, модернизованный еще и в бетонном укреплении. Потому что, я так понимаю, они попытаются, чтобы мы лучше подготовились в будущем, модернизировали свою систему. Причем она модернизируется в обход того, что было раньше при Советском Союзе. Как они определяют, куда стрелять? У них есть специалисты, которые когда-то или работали в Украине, или знают нашу систему, и они просто показывают точку. Вот надо туда, 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 туда. А когда она меняется, то ракета прилетает, но почему-то не туда прилетает, а там, где оно когда-то было. Это как в Одессе когда-то спрашивали, а почему они стреляют там по жилым домам? Подняли старые карты, а там, оказывается, воинская часть, а жилые дома незаконно были построены на территории воинской части. Я думаю, что в Одессе уже незаконных построек в ближайшее время точно не будет. Ну, это уже шутка на фоне нашей трагедии. На самом деле, действительно, надо заметить, 8 или 9 попаданий была очень интересная такая фраза. То есть мы, я ее дословно даже не повторю, что нами были задействованы там средства для того, чтобы, ну, короче говоря, ракеты прилетели, но прилетели не туда, куда они хотели, а, грубо говоря, по макетам. Вот и все. То есть наши действительно готовятся очень серьезно и к прилетам тоже. И макет какого-нибудь, там, даже трансформатора или какой-нибудь, какого-нибудь блока электронного, ну, блока обеспечения электричеством того или другого города намного легче из фанеры построить и покрасить и ждать прилет многомиллионной ракеты. Повеселили вы, конечно, ну, все это на фоне, да, конечно, трагедии, которая произошла ночью, ну, про трансформаторы напомнило мне, вот, Чужой против Хищника, Фредди против Джейсона и Путин против трансформатора. По поводу ракет, вот, 49, вы говорите, кинжалов, какой урон может нанести вот один кинжал, если он выпущен не по трансформатору, а вот по другому объекту? Насколько это серьезные разрушения? Ну, разрушения, может, не очень большие. Тут стоит вопрос о том, что это что-таки точечная ракета, вы вспомните, как ее использовали против, ну, не против, а когда она влетела в Ретравиль, в торговый центр в Киеве. То есть это, они, это действительно ракета сверхточная, она может обеспечить видеосвязь, показать, куда она летит, как она летит, то есть, ну, то есть это как раз та ракета, которую можно использовать не за, там, как они говорят, против центра управления, да, там, или центра принятия решения. Не знаю, против каких-то серьезных военных объектов, каких-то железнодорожных, каких-то ключ, ну, железнодорожных каких-то узлов. То есть точечно уничтожить как раз то, где нам действительно очень больно. А тут как-то оно, ну, вот какая-то дикая ситуация, ну, действительно, если они считают, что трансформатор, это реально очень больно нам, ну, не знаю, они нас зимой не очень напугали. Весной уже не знаю, наверное, уже просто агония какая-то. Да, ну, если кинжалов у них осталось мало, то ситуация с С-300, а я напомню нашим зрителям, кто не знает, это ракеты класса земля-воздух, которые они перенастраивают для работы земля-земля, они летят по баллистической траектории. В чем их угроза? И, ну, их у россиян много. Кто-то говорит, там, пять тысяч, кто-то говорит, даже больше. Ну, те цифры, которые были еще несколько месяцев назад, они действительно были огромные, это там больше шести тысяч. И, ну, их нельзя там, их тяжело разделить, потому что эти ракеты взаимозаменяемые, это и С-300, и С-400, они действительно перепрограммируются и могут использоваться против наземных объектов. Единственное, что расстояние ну, разное, это зависит от скорости начальной скорости полета и потом, соответственно, снижения к объекту. Это от 100 до 140 километров. Поэтому, действительно, самое такое небезопасное это наши прифронтовые города, в первую очередь, это Харьков, Запорожье, Керсон, в какой-то степени, возможно, Днепропетровск. И, как ни странно, Киев, ну, скорее всего, Киевщина, потому что был такой момент, когда они попытались добить до Киева, только непонятно, или со стороны Белоруссии, или со стороны Брянска. Оно не долетело, долетело где-то в Макаровском, в Макаровской территориальной громаде. Но до Киева не долетело, слава Богу. Но суммы еще могут быть, да, то есть те города, которые очень близко к границе, но пока что они используют их активно по Харькову, Запорожью, Херсону. По угрозе вот этих С-300, насколько они опасны? Насколько я понимаю, они несут меньшую угрозу, чем кинжалы? Они несут меньшую угрозу, но они, тяжело сказать, они более опасны. Почему? Потому что они менее точные. И куда они попадут, непонятно. Одно дело, когда они попадают где-нибудь там какой-нибудь биотуалет, как уже было, или где-нибудь на улице, на площади, и совершенно другая ситуация, когда эта ракета влетает в дом. Это очень страшно. Это во-первых. Во-вторых, у нее боевая часть в некоторых она же обеспечивает уничтожение самолета, и она разрывается недалеко от самолета. не попадает в самолет, а именно разрывается недалеко от самолета. Поэтому, если она запрограммирована для разрыва над территорией, или близко к территории, то она может использовать боевые части, уничтожающие. Это очень сильный разлет. То есть, ну вот, все эти моменты говорят про то, что она, фактически, это оружие массового поражения, причем очень и очень неточное. они содержат мелкие металлические детали, которые разлетаются, ну, как использовать это против населения, это просто людоезд. Военное преступление, безусловно, да. Ну, их задача иссечь самолет, разрушить его, но когда это происходит, да, по жилым домам, по жилым кварталам, по людям, это, безусловно, военное преступление. Патриоты, которые к нам едут и инсталируются, они могут нас обезопасить от С-300, С-400, от Тинжала? Да, это один из вариантов, но вот С-300, С-400 очень тяжело, почему? Потому что это, скорее всего, надо договариваться с Израилем про железный купол, который перехватывает ракеты, которые близко, ну, близкого поражения. То, что использует Патриот, все-таки он рассчитан на большее расстояние, то есть запуск ракет, которые летят с дальностью полета хотя бы несколько сот километров. Да, они перехватывают в какой-то мере баллистику. Это тоже депанцея, это Патриот, и те системы, которые мы, я вот забыл название, те системы, которые мы, возможно, получим Италия, Франция, они находятся на том же самом уровне эффективности, как и Патриоты. Ну, я думаю, что надо будет определяться, на каком уровне и где именно их ставить, потому что надо определить направление главных ударов. Не знаю, я думаю, что наши разберутся в этом. но да, мы надеемся, что с появлением этих систем нас немножко легче станет. Вот Игнат говорил, что первый раз на его памяти, чтобы аж шесть кинжалов одновременно было запущено. А вот по вашей информации, сколько, в принципе, одновременно они могут запускать или кинжалов, или С-300? И вот если это массированный вот такой удар, когда летит все подряд, вот тут Патриот нам поможет, поскольку даже не сложность сбить от цели, но я имею в виду даже количественно, когда их летит, там, 40-50 штук одновременно. Ну, что такое батарея Патриот? Батарея Патриот это до восьми установок четыре ракеты. То есть вот восемь на четыре мы имеем вот то количество одномомента, которое может вылететь. Потом сколько минут проходит для перезарядки, ну и опять удар. То есть вот в таком плане нам надо рассчитывать, что если будет ракет до десяти, я думаю, что есть вероятность, но надо понимать, что это тоже не панацея, и мы увеличить до ста процентов сбития ракет очень будет тяжело. Они действительно смогут нам помочь ну там пятьдесят, шестьдесят процентов. Ну и итог, слава богу, вперед. Они рассчитаны не только на кинжалы, но и на вот эту славно известную ракету ИХ-22, которая в Днепр прилетела. Да, это ракета, которая используется для уничтожения морской группировки, военно-морской группировки в открытом море, ну, против авианосцев. И она была построена таким образом, что когда летит к этой группировке, она выбирает самый большой объект, и боевая часть 950 килограмм взрывчатки. Понимаете, ну, это просто огромный взрыв, да, что может произойти, если тон взрывчатки взорвется на земле. Понятное дело, что и дом валится. Она работает именно тоже по баллистической системе, поэтому ее тяжело перехватить, и вот это вот перехват очень важно. С-300, С-400 все-таки более приоритетно уничтожать не ракеты при полете в воздухе, там очень короткий период перед выпуском и попаданием, маленькое расстояние, а именно бить по контрбатарейной такая работа, все-таки найти возможность и бить по самим установкам, откуда эти прилеты, откуда залпы идут. Я думаю, что у нас сейчас есть возможность использовать вот эти вот авиационные бомбы с GPS-наведением до 150 километров. Это самая эффективная, по-моему, вещь для того, чтобы уничтожать именно эти установки по месту ихнего базирования. По ситуации на Восточном фронте, что происходит в Бахмуте сейчас, какая там ситуация? Ну, это самая такая неблагодарная вопрос, потому что ситуация очень напряженная. Единственное, что действительно было принято кардинальное решение руководством страны и командованием вооруженных сил о том, что Бахмут надо будет держать. Поэтому есть информация о подходе свежих сил, есть информация о контр-атаках, есть информация о том, что часть позиций, которые были захвачены противником, отвоеманы, идут активные контр-атаки, и реально никто город не захватил. Это однозначно. И вот эти щупальцы, которые действительно пытались стянуть петлю вокруг города, тут еще вопрос такой, что они сами уже понимают, что возможно у них не получилось насколько выйти к дорогам, объединить вот эти щупальцы. Есть очень большая вероятность, что наши могут их не просто обрубать, а еще и выйти в тыл противника. который пытается захватить Бахмут. Поэтому они сейчас активно перегруппироваются и не знают идти вперед или уже оставаться на месте и защищать свои позиции. Поэтому я думаю, что в ближайшие дни могут быть и наконец-то положительные новости с того направления. Это вот то, что касается Бахмута. То, что касается вообще восточного направления. Ну, серьезные бои идут в Авдеевке. Маленьку вы видели тоже. Противник не оставляет своих желаний отодвинуть наши войска от Донецка. В Авдеевку начали бомбить уже жилой сектор. есть попадание в жилой дом. Это очень плохо. Ну, посмотрим. Тяжелая, конечно, ситуация, но я думаю, что все-таки можно будет справиться. И если луанское направление, там паритет вроде как бы наши остановили все-таки попытку наступления и слава богу. То есть вот эти все локационные попытки перейти в контрнаступление у русских ничего не получилось, как ни странно. Имея такой огромный потенциал, имея огромное количество военнослужащих, они их не сконцентрировали на каком-нибудь одном направлении удара, а реально пытались в пяти местах пощупать нашу оборону такой разведкой боя. И нигде не получилось. Ни в Луанской, ни в Донецкой области, ни на юге в Запорожье. Поэтому я думаю, что мне кажется, они просто больше места не смогут в таком темпе наступать, им нужна передышка. Поэтому надеюсь, что в ближайшую неделю действительно будут положительные новости. Да, ожидаем, очень сильно ожидаем. Дорогие зрители, еще раз напомню, что важно подписаться на ютуб-канал Голованов, поставить лайк под этим видео, таким образом ютуб будет рекомендовать к просмотру и другим зрителям тоже. этот материал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление союзниками истребителей могло бы решить ход войны. Об этом он сказал в интервью для СНН. Президент заявил, что вопрос предоставления истребителей F-16 сложен и сейчас Украина ожидает принятия этого решения. Если действительно F-16 могут так переломить ход войны и ускорить нашу победу, почему противники, наши союзники, западные партнеры почему так тянут с принятием этого решения? На самом деле они могут изменить ситуацию, но они могут изменить ситуацию до срочной перспективы, потому что комплекс, ну, не готовы мы к полному применению этих в мирное время. Есть 18 месяцев для того, чтобы можно было принять первый самолет. В военное время не меньше, чем полгода. Это же не только подготовка летчиков, это и подготовка технического персонала, и материально-техническая база принятия этих самолетов, аэродромное оборудование, то есть это все топливо специальное, там есть свои нюансы, которые более четко определены. То есть это все в комплексе говорит, что мы просто не успеем. Почему именно F-16, потому что F-16 кроме того, что сам самолет, к самолету прилагается огромный спектр боеприпасов и вооружения, которого нам не хватает. В первую очередь советского производства. То есть думали, как, что получим самолет, и уже под самолет тогда можно будет просить вооружение. Пошли сейчас другим путем. есть схема замены и модернизации бывших советских самолетов под западное вооружение. Возможно, именно таким образом можно будет использовать хотя бы на первом этапе активных боевых действий бывшие советские самолеты с западными ракетами и западным вооружением. Если это действительно было сделано на западе в странах НАТО, которые имеют в своем вооружении МиГ-29, Су-27, я думаю, что это более простой вариант модернизации самолетов, причем это не нуждается в какой-то там страшной вещи. Например, и подготовка не нужна такая специфическая. Например, для того, чтобы запустить авиабомбу, которую нам предоставили с дальностью полета до 150 километров, нужно только, чтобы самолет поднять на определенную высоту, разогнать до определенного скорости, и чтобы летчик в том направлении нажал кнопку. И авиабомба уже сама разворачивается и идет туда, куда ей надо, потому что программируется на земле. то есть вот такие вещи, а нужно крепление к самолету, нужно, чтобы это крепление работало со штатным спусковым механизмом и так далее, вот это вот проблема. Если эта проблема будет решена в ближайший месяц-полтора, то думаю, что острота вопроса по авиации отодвинется. Она не решится, она отодвинется, потому что, как говорят наши специалисты, летчиков у нас хватает. У нас на один самолет по три летчика. Вот так вот. Вы говорите, что для военное время предоставления вот таких истребителей необходимо шесть месяцев. А потом вы говорите, что мы просто не успеем. И вот из этих ваших слов я делаю вывод, мы победим раньше, чем полгода? Нет, победим, может и не победим. Процесс все равно идет. То есть никто же не отказал в самолетах. То есть я думаю, что плюсик поставят он будет, ну то есть он идет своим чередом. То есть никто не говорит, что все минус там, никаких действий не будем проводить. Нет, сейчас идет проверка наших летчиков на то, какие они в своей подготовке, сколько времени надо для того, чтобы их переучить. Идет расчет необходимости самолетов, вооружения, какие аэродромы их могут принять, где проводить хотя бы первое время ремонт этих самолетов, скорее всего, что в Польше, либо в Словакии вот есть два таких варианта. То есть эти вопросы решаются параллельно. Но учитывая, что мы рассчитываем на все-таки на активную фазу на наступление в конце апреля, начало мая, я думаю, что мы просто реально не успеем именно вот с этими самолетами. Понял. Виктор Николаевич, спасибо большое за интересный и содержательный разговор. Благодарю вас. Дорогие зрители, берегите себя и близких. Боряже ЦБ. Слава Украине. Героям слава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова